Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где на ежедневной основе мы публикуем огромное количество аналитического контента. Ну что ж, после выходных я очень рассчитываю, надеюсь, друзья, что вы сегодня на финансовых рынках с хорошим настроением, потому что впереди у нас традиционно очень много статистики, много важных событий, которые помогут нам в дальнейшем определить тренды, за которыми мы следим. Ну что ж, самое главное событие этой недели, если уж брать в расчет содержание экономического календаря, это заседание Европейского центрального банка. Я практически уверен, что никаких изменений в текущем векторе политики принято не будет, но нам важно понять и услышать риторику Европейского центрального банка на фоне тех изменений, корректива в монетарном курсе, которые ранее были приняты в других центральных банках. Может быть, Европейский центральный банк также решит поторопиться, как это сделал Резервный банк Новой Зеландии, Резервный банк Австралии, Банк Канады с отказом от бешеной по объемам программы количественного осмельчения. При таком раскладе, при таком сценарии динамика евро может претерпеть серьезные изменения, и, может быть, долгосрочный взгляд нам придется скорректировать. Но пока что, друзья, я считаю, что раз рынок, если даже анализировать динамику американского доллара, находится в коридоре 92-93 пункта, и даже выступление Джерома Пауэра в Конгрессе не смогло дать следующий мощный вектор для движения этого инструмента – поработать со спекулятивными настроениями. Очень часто я вам говорил про индекс страничных настроений. Индикатор Кайман, для тех, кто знает, в рамках нашей компании очень хороший инструмент для принятия торговых решений. Так вот, сейчас, если анализировать именно на динамике тире проторговки, динамику евро, я имею в виду, то, соответственно, большинство трейдеров считает, что европейская валюта будет расти. И традиционно при таком сценарии мы делаем ставку на движение против толпы, то есть в данном случае европейская валюта может оказаться ниже текущих значений. У нас не супер какие-то невероятные цели по коррекции. Я думаю, что раньше мы с вами неплохо прокатились с отметки 1.19 до уровня 1.18, сейчас евро котируется на отметке 1.18.05. И цель 1.17 вполне реальная, даже если мы просто будем торговать волатильностью по факту очень важного события, связанного с заседанием Европейского Центрального Банка. Другой актив фунта 1.3757, здесь я пока что не решаюсь принять какое-то конкретное торговое решение, но склонен полагать, что фунт может просесть еще сильнее, потому что, как вы знаете, в Великобритании это новый эпицент распространения нового штамма дельта ковидной инфекции. И, к сожалению, статистика удручающая. Более 45 тысяч новых случаев ковидного заболевания это фактически антирекорды. К сожалению, власти Англии все-таки приняли решение сегодняшнего дня окончательно ослабить и снять все действующие карантинные ограничения. То есть, даже на фоне такого распространения ковида людям теперь разрешено не носить маски. Но я, конечно же, не имею никакого права критиковать власти Великобритании. Они точно знают, как лучше, как нужно поступать, но факт остается фактом. Я полагаю, друзья, то, что в ближайшее время ситуация с ковидом в Англии может только ухудшиться. И при таком раскладе снова придется говорить о не самых радужных экономических перспективах для экономики Великобритании, замедления активности в сфере услуг, производственного сектора и последующее падение ВВП. Очень много сейчас спекуляций на рынке относительно того, что последний скачок инфляции, то есть, когда был подтвержден факт роста и нахождения индекса потребительских цен выше цели 2% третий месяц подряд, это должно стать триггером для принятия соответствующего решения британским регулятором касательно ужесточения денежно-кредитной политики. Но поскольку я только что обрисовал, друзья, фактически очень печальную картину с ковидом, я думаю, что Банк Англии точно не будет торопиться. Поэтому фунт, если вас интересует моя точка зрения, я бы фунт локально, локально это ключевое слово, тоже шартил с целями примерно на 100-150 пунктов ниже текущих значений. Рынок нефти 72,83. Мы начинаем эту неделю с новостей, которые тянутся еще с выходных о том, что страны ОПЕК+, все-таки достигли компромисса, консенсуса по вопросу роста нефтедобычи. И я крайне был удивлен, когда увидел фактические цифры этой сделки. То есть, с августа рост добычи составит 400 тысяч баррелей в сутки. Это соглашение обновленное, оно будет действовать с августа по конец этого года. Соответственно, за оставшийся период на рынок страны ОПЕК добавят около 2 миллионов баррелей в сутки. Как вы помните, когда две недели назад мы только готовились к заседанию ОПЕК и были абсолютно уверены, что страны придут к конкретной договоренности, но этого не случилось. Но ранее мы ожидали, что рост добычи составит как раз вот эти 400 тысяч баррелей. И сравнивая текущий дефицит предложений на глобальном рынке с тем предложением, которое может быть на него добавлено, делали абсолютно оправданный, логичный вывод, что на рынке по-прежнему предложений меньше, чем требует рост мировой экономики. Как удалось убедить Объединенные Арабские Эмираты, это для меня очень большой вопрос, потому что текущая цифра 400 тысяч – это не компромисс с теми предложениями, которые хотели бы получить другие участники ОПЕК и, в частности, Объединенные Арабские Эмираты. Ну, выходит, были какие-то основания для этой сделки и есть, опять же, то, что есть. Поскольку дефицит на глобальном рынке сохраняется, я рекомендую, друзья, как и ранее, использовать точно такую же логику, что пока что ожидание восстановления мировой экономики, рост экономической активности – это тот самый позитивный фактор, фон, который будет нивелировать все потенциальные риски. А потенциальные риски, ну, здесь только один – это распространение нового штамма. Но, опять же, я много раз говорил, что стоит все-таки быть оптимистом и считать, что стакан на половину пола, нежели чем пусто. И стоит верить в некоторое подобие коллективного иммунитета, который удалось выработать во многих регионах за счет эффективных массовых и ускоренных кампаний по вакцинации. Я не вижу никакого серьезного негатива для рынка нефти, особенно после того, как были договоренности достигнуты по сделке ОПЕК+. То есть сейчас нам не стоит опасаться, что на рынок, на самом деле, придет больше нефти, чем ожидалось ранее. Поэтому цели остаются довольно амбициозными, учитывая то, что сейчас котировки 72-83, и цель 80 предполагает рост и бренда, и WTI примерно на 10%. Goldman Sachs со вчерашнего дня активно рекомендует своим покупателям, точнее своим клиентам, ставить на рост рынка нефти примерно с такими же целевыми ориентирами, что и у нас. Индекс американской валюты 92,70. Рынчные продажи, которые вышли в пятницу, рост на 0,6%, при этом прогноз был минус 0,4%. Фактическая цифра, ну, хороший отчет, я, кстати, удивлен, что фондовый рынок США не смог найти поддержку на этом релизе. Ну, может быть, будет черпать силы для роста в чем-то другом. В целом, друзья, самый главный индикатор, который сейчас нужно учитывать, это риторика, мягкая риторика Джерома Паула, момент его выступления в Конгрессе перед Палатой представителей и перед Банковским Сенатом, что раз прогресс на рынке труда еще и инфляции в целом в секторе роста потребительских цен недостаточен для того, чтобы принимались соответствующие решения по ужесточению денежно-кредитной политики, значит, мягкая политика будет актуальна и дальше. Это, пожалуй, главный тезис, который нужно учитывать всем тем, кто торгует на долгосрок американским долларом. Я планирую держать шорт по баксу вплоть до симпозиума в Джексон Холле в августе и рассчитываю на то, что доллар окажется слабее. Параллельно, друзья, с подтвержденным фактом роста инфляции в США, помните последний отчет в Штатах, когда индекс потребительских цен достиг многолетних максимумов, как основной показатель инфляции, так и базовые значения, рост инфляции способствует сохранению интереса к золоту. Золото мы с вами покупаем 1815 долларов за тройскую функцию в моменте. Цели 1840-1850. Параллельно золото растет на снижение доходности американских трежерис. Десятилетки сейчас котируются на отметке 1,28%. Как я и отмечал, при сохранении такой динамики золото будет пользоваться еще большим спросом, потому что снижение доходности американского рынка долга привлекает инвесторов к рынку драгоценных металлов и повышает привлекательность инвестиций в него, потому что в данном случае снижаются издержки, связанные с владением инструментов, которые не приносят процентного дохода. У золота очень хорошие долгосрочные перспективы, я о них вам говорил, поэтому, кому интересно, на долгосрок, так же, как и в случае с американской валютой, нужно принимать решение уже сейчас. И по остальным инструментам. Доллар канадец 1,2639. Учитывая мой оптимизм и не только мое отношение к рынку нефти, я рассчитываю, что восстановление цен на бренда, и там, и все, и могут очень быстро вернуть покупателей непосредственно канадского доллара на рынок. И снова будем ориентироваться на последующие снижения по уровню 1,24. Новозеландец против доллара здесь держим ланги, тоже долгосрочная сделка, тем более, что по самым оптимистичным, скажем так, к прогнозам до конца этого года резервный банк Новой Зеландии может трижды повысить процентную ставку на 0,25% каждый раз. И при таком раскладе цели 0,73-0,75 будут более чем реальными. Сейчас котировки 0,70 это также выше тех значений, с которых мы новозеландцы покупали. И фондовый рынок США здесь без изменений, 4,300 по S&P, цель 4,500 и по NASDAQ 14,638, целевой ориентир значения 15,000 пунктов. Опять же, ироничные продажи, которые вышли в пятницу, может быть с отложенным эффектом, не моментальной реакцией, а несколько запоздавшей, но все-таки поддержит еще оптимизм покупателей, тем более, как вы знаете, сейчас еще продолжается сезон квартальных отчетов. По самым скромным подсчетам, рост прибыли компаний, корпоративного сектора в прошлом квартале может превысить на 60% те показатели, которые мы видели ранее. При таком сценарии, друзья, но наши цели по S&P и NASDAQ это более чем реальные целевые значения. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!